Всем привет сегодня 8 января 2018 года сегодня мы ознакомимся с очень опасным вредителем запасов это рисовым или кукурузным долгоносиком Ситофилес аризы мы видим что это вредители запасов и он даже может повреждать запасы сухарей и особенностью этого вида является то что самки его могут летать вот самочка здесь усиленно готовится к полету забравшись на более высокую поверхность корочки хлеба тем самым она хочет быстренько улететь из хранилища таким образом жуки прекрасно распространяется так это жук ситофилес аризы рисовый или кукурузный долгоносик очень часто встречается на запасах зерна особенно кукурузы или риса видим что жуки очень активны это долгоносики они прекрасно передвигаются очень активно двигаются здесь им предложены как раз запас свеженького сахарного зерна кукурузы сахарной кукурузы и они активно передвигаются сейчас солнышко зашло и они ищут место где более светлое место они как раз от солнца почему-то бегут в более хорошо освещенное место потому что тень так падает поэтому они активно бегут на свет желанием распространиться и найти свой новый пищевой субстрат чем же питаются эти жуки и их личинки жуки очень похожи на другого и вьетнам барного долгоносика ситофилес гранариус однако немножко меньше размерами 3 2 десятых миллиметра от 2 до 3 и 2 десятых миллиметра варьирует зависимости от пищевого субстрата сколько личинку жука съела столько будет размером и сам жук сейчас мы их покажем вот 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 они прекрасно передвигаются и на бурых над крыльях имеется 4 светло-желтых пятна жук хорошо летает личинки развивается в зерне хлебных злаков пшеницы ячмень рожь зерня риса овса кукурузы гороха съедобного каштана и даже гречки взрослые жуки могут вот прекрасно подпитываться заметили печеньем хлебом сухим сухим макаронами отрубями в которых личинки однако не развивается но взрослые жуки ими подпитываются температура температура оптимальная для развития жука это 26 31 градус и влажность зерна или субстрата 14 17 процентов оптимальные для развития личинок развитие личинки прекращается в зерне с меньшей влажностью менее 6 70 процента жук живет до 240 дней очень хорошо устойчив к различным условиям даже пониженному содержанию кислорода в закрытых закрытых каких-то помещений в закрытых банках жук может дать от 2-3 поколения в год самка в течение своей жизни который живет самка до 105 дней и самка откладывает огромное количество яиц от 380 до 575 яиц личинка и куколка развивается внутри зараженного зерна при температуре 18 градусов цельсия самка жука живет до 105 дней а при тем более высокой температуре 32 градуса до 22 дней развитие яйца от 6 до 9 дней зависимости от температуры я уже говорил личинки развитие 17 дней при температуре 10 градусов и 12 дней при температуре 36 градусов такие же меры борьбы прежде всего это снижение влажности ниже 6 7 десятых процента и поскольку жук очень чувствительным к холоду более чувствительным чем амбарный долгоносчик температуру он выдерживает минус 5 течение четырех дней однако просто пониженную температуру как в хранилище до плюс 5 градусов прекрасно переносит до 21 дня и конечно же ликвидации зараженных зараженного зерна вот такой коротенький сегодня рассказ про жука рисового долгоносика ситофилюс аризы смотрите наш канал подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы будем показывать вам полезных для фауны насекомых и различных вредителей как вот этот вот вредитель рисовый долгоносик ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы пока пока с вами был виктор курсов сегодня было 8 января 2017 года покажем еще рука под микроскопом крупным планом уже снимали его как он взлетает показывает свои надкрылья показывает крылышки покажем его макро съемкой также пока пока подписывайтесь на канал а Продолжение следует...